Цифровая платформа, которая создана для разработки сервисов по оказанию госуслуг. К 2024 году Гостех должен стать стандартной средой для всех государственных информационных систем. Переход ульяновцев на платформу обсуждали на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По поручению зампреда федерального правительства Дмитрия Чернышенко в Ульяновской области провели анализ возможностей замещения IT-решений в отраслях экономики. Это мультинантная облачная платформа с беспрецедентным уровнем кибербезопасности, которая позволяет очень эффективно использовать и облачные, и вычислительные ресурсы. Но самое главное, по сути дела, избавляет органы региональной власти от необходимости создавать свои собственные системы, поскольку там заложен принцип переиспользования наилучшей практике, которая доступна. Тем самым, по сути дела, Ульяновская область является одним из лидеров цифровизации. Дорожная карта по переходу на новую платформу уже подписана. Сформирован перечень из 15 IT-компаний и кандидатов на разработку решений для индустриальных центров компетенций. Алексей Русских подчеркнул, что внедрение гостеха позволит повысить информационную безопасность, сэкономить бюджетные средства, а также повысить цифровую зрелость региона. Ульяновской области также удалось подписать соглашение с Республикой Калмыкии. Губернатор Алексей Русских и глава Республики Батухасиков обсудили развитие межрегиональной кооперации, в том числе логистику, инвестиции и спорт. Нам надо посмотреть сейчас, какие у нас треки могут быть интересны регионам. Вот мы такие поручения дадим нашему блоку развития. Ну, я помню, что мы обсуждали шахматный турнир в вашей деревне. Ну, это школьники наши готовы. Я переговорился с нашим президентом Федерации шахмат. То есть, есть желание приезжать в том числе и в рамках визита провести такой среди детей шахматный турнир. В ближайшее время ульяновцы отправятся с бизнес-миссией в Калмыкию. Стороны планируют развивать станко- и авиастроение, молочное животноводство, пищевую промышленность. Анна Тищенко, Улправда ТВ.